Это будет первое интервью с покойником. Хайпанете. Робот София – это вчерашний день. Вы делаете что-то новое? Конечно. Если ты не куришь траву, то кто? Проститутка. Вы думаете, они готовы к интервью? Всем привет, меня зовут Роман Кириллович. Как обычно поступает человек, который устал, немного приуныл? Ему хочется отвлечься от проблем, разгрузить, что называется, голову. Он берет стаканчик, наливает туда немного яблочного сока, нарезает лимончик, садится поудобнее, включает Франч ТВ и смотрит наше интервью с Гариком Карагодским, человеком, праздником, приятного. И, кстати, если приуныли не только вы, но и ваш бизнес, хочется большего, надоело быть ремесленником, то переходите на мой бесплатный мастер-класс по созданию прибыльной франшизы и, возможно, как и в случае с яблочным соком, ваша жизнь, точнее, ваш бизнес тоже наладится. Ну, давайте уже смотреть, наконец-то, интервью. Вы бывали вообще в Исландии? Да, конечно. Вам же нравится очень группа Газгаз? Да, мне нравится группа Газгаз. Мы Газгаз, они правильно, но мы их называем Гус-Гус. Гуси нам так привычнее. Мы с ними, можно сказать, дружим, общаемся и летом заключим контракт. Вот, мы об этом контракте и их выступлении на ваших похоронах. Похоронах, да. Это будет открытый концерт для киевлян. Они мне дали три варианта. Три варианта. Первый вариант – это ежегодный фи, который я вношу, пока я жив. По-моему, в размере десятки каждый год. Что же тут типа этого я должен? Евро, да. У нас все расчеты в евро. Либо разовый эксклюзив, либо еще сколько-то. Но я считаю, что если я год прожил и могу заплатить десятку, для меня это радостное известие, мне это не жалко. Давайте немножко позже об этом поговорим. Давайте. Вам нравятся исландские политики? Вот, например… Вы о Гнаре? Да, я о Гнаре. Да, да, да. Гнар прекрасен. Мне, вот я когда впервые готовился к интервью, я о нем узнал. Мне он очень напомнил вас. Да, Гнар… Он комик. Он пошел в политику ради шутки, насколько известно. Ну, чем он вам напомнил меня, тем, что он комик? Нет. То, что он по фану пошел в политику. Он по фану пошел в политику. И я иду по фану. У нас одинаковый побудительный мотив. И он, как обещал, не выполнил ни одного предвыборного обещания. И при этом запомнился очень классным мэром. Гризм поднялся. И его команда подняла Рикьявик и Исландия. Потому что вся Исландия – это Рикьявик. Вы от него что-то планируете перенимать? Вы идете в мэр в 2020 году? Ну, что значит от него перенимать? Что-то мы… Все хорошее уже придумано. У вас есть какой-то моральный лидер в этом плане? Политик или мэр? Или вообще человек из другой отрасли? Чей опыт мог бы вам помочь человеку, который не был ни разу в политике? И в муниципальном управлении? Я буду многое брать у Гнара. Я буду многое брать у Джулиани. Я буду многое брать у мэра Берлина. У мэра Амстердама, которого недавно провожали. Всем Амстердамом. Что-то я возьму у Кличко, что-то я возьму у Кернесова, у Филатова. Я у каждого возьму что-то. А есть этот конкретный уже перечень чего-то? Для меня это обычный менеджмент. Для меня это фактически сегодняшнее интервью. Мне не нужно готовиться. Я знаю ответы на все задачи, которые возникнут. То есть вне зависимости от того, что вы еще ни разу не испытывали этого опыта? Я не вижу там ничего необычного. Я знаю точно, как я буду работать. Принцип. Я знаю, что я поговорил со многими большими коммерсантами, которые готовы идти в команду. У которых состояние от 40-50 миллионов долларов. Кто это? И которые хотят оставить следующее. А можете назвать имена команды будущей? Мне разрешил назвать имена один человек. Имя один человек. Остальные пока просили, чтобы мы не договорились окончательно не афишировать. Это Юра Сопронова с Харькова. Какие у вас сейчас отношения с Виталем Кличко? Абсолютно нормальные, ровные. Мы прекрасно общаемся на днях рождения в кино, когда попадаем в место. Просто два года назад, в 2017-м, вы говорили, что вы не пойдете в мэры, если Кличко пойдет. Он уже объявил о своем желании идти на второй срок. Я говорил, что не пойду в мэры, если нам поставят крышу на жизнелюбие. Крыша, я имею в виду, это документарная поддержка того, что мы делаем. То есть, если нам будут помогать с жизнелюбым документы. Сейчас, получается, не помогают? Нам по сей день никто не помогает по жизнелюбу из города. Было много разговоров, переговоров. Я участвовал в программе «Зробу морозом», где я делал, а город не делал. И сегодня у нас, например, на нашей точке раздачи еды нет ни единого разрешения. Я говорю об этом открыто. А работаете нелегально? Мы работаем нелегально, мы раздаем нелегально. Нелегально работаем в кинотеатре, который мы же отремонтировали, который принадлежит городу. Киносад жизни люб. Вы очень часто говорите то, что большинство людей не позволило бы себе. То есть, вы говорите о том, что вы употребляете наркотики. Вы говорите о том, что вы не платите налоги. Дело в том, что... Даете взятки. Употребляют наркотики все, а говорю об этом только я. Что значит я не плачу налоги? У меня есть грамота лучшего налогоплательщика от налоговой. По-моему, датировано где-то в 2012-2015 году. Я даже не помню, от какой власти. Ну, была такая фраза в интервью, что из законов я, наверное, нарушаю закон о налогоблажении предприятия. Я не нарушаю закон о налогоблажении предприятия вообще, потому что я прохожу аудит большой четверки. Я кредитуюсь в банках. Мне нужна кредитная история. Мы абсолютно белые и пушистые. То есть, если я где-то сказал для красного словца, что я нарушаю, то как компания я никогда не нарушаю, как частное лицо я никогда не нарушаю. Я могу воспользоваться дырками в законодательстве. Тем не менее, вы это озвучиваете публично. Ну, конечно, а что мне скрывать? А вам ни разу не прилетало в связи с этим какие-то проверки? Вы знаете, мне вообще очень давно не прилетало. Только из-за того, что вы очень часто говорите о том, что вы, ну, как может показаться из-за интервью или из-за каких-то заявлений, нарушаете закон? У вас не было там организованных проверок или какое-то внимание со стороны? Нет, у меня последняя проверка вообще наших предприятий датирована, по-моему, концом 2014 года, где они пришли к нам в офис. А я просто стримил в фейсбук. И на этом все закончилось. Потому что очень многие, например, вот Чечеткин, ну и Новая Почта, более свежий даже пример, уже нынешний, скажем так, власти. Они не так давно в бизнесе, и они прекрасные ребята. И Новая Почта, и Розетка. У меня с ними отличное отношение, но они еще не нарастили должного цинизма. Цинизма или связи? Цинизм, именно цинизма. А что такое цинизм в этом случае? Цинизм – это кто бы ко мне ни пришел, он будет послан нахуй, если он нарушит хоть один пункт. У него не будет предписания. Подобная история случилась на собрании акционеров у Корнафты. Когда пришла, это очень далекая история, когда пришла вице-премьер по ТЭКу Тимошенко от государства на акционерное собрание. И наши юристы ее просто выгнали, потому что она не оформила доверенность. Все, кто приходит, у них не оформлена доверенность. Или доверенность, или документы должным образом. Ну и потом, что сегодня искать в офисе? С чем можно прийти в офис? Ну, не знаю, у вас большое предприятие, большое здание. Не приходит. Не приходит. Фу-фу-фу. Я думаю, я недавно, кстати, задумался над этим. Я думаю, что это потому, что мы при любой власти в оппозиции. У нас не было хороших контактов ни с одной властью. Ни с Кучмой, ни с последующими всеми, ни с Януковичем, ни с сегодняшней. Мы всегда в оппозиции. Это очень удобно. Я хотел бы вернуться в вашу мэрскую историю. Вы признаете, что она начиналась с фана? Начиналась с фана. Более того, у меня не было еще два года назад мысли идти на морские выборы. 15-й год. Ваш клип «Аз есть мэр». Это была исключительно степа шутка? Это был чистый степ. Вся эта рекламная кампания обошлась 70 тысяч долларов. Был завешан весь город. Мне сдавали в треть цены, в пол цены плоскости. Вам не кажется, что получается примерно как с президентскими выборами и Зеленским, которое тоже начиналось как шутка? Конечно. Вы знаете, есть такая история, когда парень говорит девушке «Поехали ко мне рядышком голенькие, полежи музыку, послушай, может что в голову придет?» Так и тут. Но вы специально шли? То есть вы понимали, что в итоге это может закончиться реальным? Нет, вообще не понимал. Реально не амбиций. Я гулял с девушкой в гидропарке. И мне увидел площадку, на которой танцевали мои родители. И увидел, что на ней танцуют. И захотел ее облагородить. Собственно, это я. Но это история жизнелюба. Это история жизнелюба, которая выросла в историю мэра, потому что нам никто не помогал. Есть еще один прекрасный анекдот, когда сеть публичных домов по всему миру у людей, огромный бизнес, они вышли на IPO, отлично продались на бирже, в листингах во всяких. Их задают вопрос, как вы начинали. Говорят, очень скромно, я жена и теща. Ну, то есть так и мы. Свои шансы как оцениваете? При каком президенте? При президенте Порошенко мои шансы, я оцениваю свои шансы скромно. Потому что президент сильно влияет на это. Потому что президент в связке с мэром сегодняшним. И мэру будет очень тяжело договориться с двумя другими реальными претендентами на президентское кресло. Кто для вас тогда идеальная кандидатура? Для чего? Для Мэскл. Для Мэскл. Я думаю, что Зеленский. Ну и Тимошенко тоже нормально. Тоже начинать нужно с его шансов больше, да? Нет, я не руководствуюсь в выборе, у меня же есть предпочтение президентское. Я не руководствуюсь в своем выборе своими мерзкими шансами. То есть вы не продвигаете сейчас специально одну из сторон, чтобы они потом помогли вам? Нет. Вообще не близко. Я вам потом расскажу не на камеру, и вы поймете, почему не близко. Когда мэром был Леонид Черновецкий, появился такой термин, описывающий сам процесс, происходящий в Киеве, это дерибант земли. Дерибант земли. Дерибант земли. Такое устоявшееся было. Когда там сутки могли решить вопрос по сотням земельных участков в Киеве. Да, мы были в числе этих сотен. То есть вы получили какой-то свой бонус от его мэрства. Но спросить хочу о том, как вы думаете, не будет ли хейта много вокруг вас, когда мэром Киева станет девелопер? Я думаю, что я до выборов продам бизнес. Я точно не буду задевать новый бизнес. Это уже определено мной и партнерами. Мы не хотим новый бизнес. И это не связано с победой или непобедой на морских выборах. Хорошо. Вы знаете, сколько денег нужно одному человеку? Да, знаю, миллион. Вы говорили уже. Да, все. То есть вы посчитали, у вас получается. Все, да, все деньги есть. Я вот, кстати, смотрел в фокусе, ну правда, в семнадцатом году писали, что около 50 миллионов ваше состояние. То есть вы планируете прожить больше ста лет? В смысле больше? Ну, учитывая, что миллион. 50 это на 50, по миллиону это больше. Больше ста лет? А, я думаю, еще больше ста лет. Нет, нет, нет. Всего больше ста? Конечно. Я из расчета сотки считаю. В частности, вот в контракте с Газгаз? С Газгаз открытый контракт. У нас кто кого переживет. Но плачу я. Как говорил Виталий Кличко, вы готовитесь к земле. Вы очень хотите пафосные похороны готовите. Вы построили уже, я так понимаю, склеп на Байкан Кладыш. Да, построил. Уже он полностью оформлен, да? Нет, я сейчас буду привлекать западных архитекторов для внутреннего убранства. Это не что-то делать, где он долго лежит. Есть там какие-то необычные конструкторские решения в этом? В склепе? Да, в этом склепе. Он восьмиместный. Нет, ничего необычного там нет. Моя статуя большая. А можно будет со мной поговорить на разные темы? С вами виртуальным? Нет. Ну, и да, и нет, доктор. То есть будет записана моя речь, будут сгенерированы какие-то посылы, ответы на какие-то вопросы, на многие. И со мной можно будет поговорить. То есть это будет? Это будет робот София, но гарики в склепе. Ну и поумнее, конечно. И покрасивее. Реально на базе робота София? То есть вот этой вот технологии, да? Нет, нет. Ну, робот София это вчерашний день. Так. Вы делаете что-то новое? Конечно. Но это не шутка? Это не шутка вообще, я никогда не шучу. Я посмотрел много ваших интервью, что-то засомневался в этом. Ну, хорошо. Это склеп открытого типа, куда можно будет прийти? Мавзолей это называется? Нет. Ну, как в Москве? Мавзолей порченое слово. Туда можно будет бесплатно прийти? Нет, думаю, что не бесплатно. Я думаю, что нужно будет заплатить на жизнелюб. Который, вы так надеетесь, переживет вас? Конечно. Жизнелюб точно переживет меня. Ну, уже мне сын сказал, что папа, бля, ну хватит, бля, делать проекты, за которые мне потом платить. Ваше отношение к смерти получается веселое? Ну, конечно, весело. Серьезно? То есть у вас нет страха смерти? А не делаете вы там в склепе эту систему на случай погребения заживо? Знаете такое? Нет, я сейчас пошател. Ну, например, там в Англии викторианской была фобия распространена среди богачей. Тогда было, наверное, несколько прецедентов, когда людей хоронили заживо. Еще медицина была не настолько продвинута, и реально были там проблемы. Вот, и люди строили там целые колокольчики, системы, которые позволили... Позвонить, если проснешься? Позвонишь, да, если проснешься в гробу. Я подумаю, на чем-то хорошая предложение. Эвакуация какая-нибудь? Там типа все нормально, я... Тревожная кнопка. Да, тревожная кнопка. Да, я подумаю над этим. 8 мест, почему так мало? То есть что делать? То есть только место. Ну, сын уже попросил себе второе место, я говорю, за бабки. Одно положено по крови, а второе за бабки. А, он попросил для кого-то? Ну, да, он еще не решил для кого, но он попросил. То есть, видите, его будущая жена, имя, которое мы не знаем, и не догадываемся о нем, у нее уже он хочет, чтобы было место в склепе. Ну, не козлина. Этот склеп... Кстати, это будет моя единственная недвижка личная, которая принадлежит мне, а не мне с партнерами. Да, и у вас же нет собственного дома, вы снимаете... У меня нет собственного дома, нет квартир, ничего. А это будет своя недвижка уже. И вы хотите, насколько я знаю, выйти в ноль? Да, 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 все потратить, да. Все потратить. Такой тренд действительно есть. Я вот недавно записывал интервью с Игорем Рыбаковым, он миллиардер. Хотите или зной? Я смотрел это интервью. Да, супер. Да нет, я врубовочек, конечно. Он с женой решил, что... решили, что мы наследство детям не оставляем. У них несколько детей. Да. Обеспечиваем вам образование. Я вам сейчас скажу одну вещь. Я действительно смотрел это интервью. Спасибо. Понравилось или... Ты спизделай. Я третий раз не поведусь. Вы знаете, что я всегда девушкам говорю? Третьего раза не будет. Я хотел по наследству поговорить. Что это за тренд? Билл Гейтс не оставляет, Цукерберг с женой не оставляет. Что происходит? Почему? Вы зарабатывали таким тяжким трудом эти деньги. Представьте себе, в какую попал компанию. Когда? Билл Гейтс. Цукерберг. Блядь, аж скучные богатые люди. Да. Они же хотят пожертвовать свои деньги. Фонд, да. Да, а я проебать. Это чуть-чуть разные вещи. Да. То есть наследство вы не оставляете, но при этом, когда у вас была неприятная ситуация на борту самолетов, вы кружили на Тель-Авиве, он там несколько часов у ОМУ, да? Сама большая расстройство было, что я понимал, что у меня количество денег на минуту оставшейся жизни каждую минуту удваивается. Хоп, 50 минут, осталось там по миллиону на минуту. Хоп, еще 25 минут прошло, уже по двушке. А куда их потратить, да? А, да. Без интернета. Вы, тем не менее, написали завещание. То есть, получается, дети могут рассчитывать на что-то, только в случае каких-то... Смотрите, дети могут рассчитывать на что-то. Это сыну я завещал свой любимый килт и часы. У меня есть совершенно необыкновенные часы. Да. Они сделаны в одном экземпляре. И там, с одной стороны, они совершенно цивильные, они у меня не с собой, потому что сын уже взял поносить, сука. А они переворачиваются. А с другой стороны, золотая штука, золотая картина, где Феррари, Пальмы, парень на капоте с девушкой. И вот ты крутишь заводную головочку, а он ее ебет. Два оборота фрикции. Головочка. Вот сидишь так, переворачиваешься к официальной стороне, сидишь с чиновником, разговариваешь, он говорит, Гарик, там нужно то-то, и, конечно, такой. Но там были деньги, по-моему, у завещания в этом, в самолете. Денег нет. Нет? Нет, я, смотрите, я уже не упал в самолете. Самолет уже тот, как мы знаем. Да. Ну, раз мы записываем, да. Да. Поэтому хуем они деньги. Как они отнеслись к этому, серьезные следы? Очень хорошо, у нас любовь с детьми. Ну, любовь, понятно, но все-таки они же понимают, что классно было бы рассчитывать на... Да, на то, что папочка купит квартиру? Да. Ну, они не ждут от меня это. Они больше гораздо получают. Попросим, может быть, вас сделать небольшую экскурсию по этому прекрасному магазину. Это, кстати, единственный бизнес, который вы планируете себя ставить, да? Да. А почему? Это прикольно, я собираюсь открывать Гару в многих городах, во всех больших городах мира. То есть от Японии, Австралии до Вегаса. Так как вы смотрели интервью с Рыбаковым, смотрели, вот здесь я хотел показать. Я не смотрел. Вы знаете, что мы занимаемся созданием франшиз, так что если вам эта тема интересная? Да, юридическое оформление франшиз. Не только юридическое, вообще любое. Любое, дизайн, стандарты, инструкции. Я не знаю, какие здесь могут быть инструкции. Есть вообще правила какие-то в магазине? Правила? Да. Нет. Униформа только? Униформа, да. Все, ну это легко саннортизировать. У нас есть одно правило. При покупке у нас срабатывает определенная штука. Хотите? Веселящий газ? Что? Веселящий газ? Да. Сейчас попробуем. Хотите, я сяду, покажу вам, что это не страшно? Давайте. Это не больно. Ну, просто вы не знали до сегодняшнего дня, что вы умеете сидеть на гвоздях? Ну, в этом же просто как раз, да, абсолютно не больно. Йоги же почему лежат? Потому что они находятся очень... Плохо, где лежать? Во-первых. Нет. Ты на руки мне сяешь? Суженый. Ну... Это не страшно? Нет, я просто что-то переваливаюсь. У меня центр тяжести в гвоздях. Ну, прикольно. Много покупают такое. Что? Много таких покупают. Это не продаются. А, не продаются. У вас очень много вещей, которые не продаются. Абсолютно, да. Первая, не продаются. Да, красная. Можно? Конечно, да. За дом она ходит или только? Она ходит. Во всяком смысле, смеление. Ну, это... Как это называется? Стимпанк. Да. Это друг. Это Стимпанк, друг. Это шпушка у нее? Да. Расскажите немножко, что это за магазин? Ну, мы точнее видим, что это магазин ебанутых... Магазин ебанутых вещей, да. Здесь мы собрали все, что мы считаем достаточно ебанутым. Плюс очки есть. Ну, совсем классических оправ нет, но не совсем классические есть. Сейчас что-то неожиданное для вас. Ну, они довольно обычные здесь. То есть вы здесь явно не скупаетесь? Так ты тоже. Я скупаюсь. Скупаюсь. Да. Потому что это то, что вы видите обычно. Блин, то ли еще надевали эти галлюциногенные очки. Сейчас наденем. Ну, вы по-другому выглядите сразу раз. Умнее немножко, да? Что? Умнее немножко. Да не немножко. Давайте я вам галлюциногенчики, да. Ну, грибные очки, да, вот эти? Да. А вот они. Это самые простые. Из зеленых, из фоносов. В этот магазин нельзя попасть с улицы. Только по записи, да? О! Да. Вот это уже весело. Нет, это весело будет сейчас. А, вот они. Это очки на помолвку. Где-то были очки, я не помню, на похороны. А вот на разводочки. Видите, то есть есть специальные очки для развода. Для развода? Для разводиться. Вот вы придете разводиться, например. Вот очки такие. Не, не, у нас все серьезно. Так, а вы знаете, вы никогда не пробовали развестись, а потом свестись. Новое ощущение. Охуенно. Серьезно? Конечно. А вот сейчас я вам дам очки. И это, я вам сразу переименую предварительные ласки. Это самое же. Это жесть, да? Это самые жесткие очки. Это жесть. Я не поломаю? Нет, 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 вы не поломаете. Я широкий просто. Ничего. Боже мой. Расстояние меняется. Да, все меняется. Здесь объекты кажутся больше и как-то ближе. Концепция этого магазина, это бизнес? Это бизнес, да. Вы зарабатываете? Это бизнес, это бизнес. Он чуть-чуть прибыльный, потому что у нас не привыкли покупать такие вещи. Вот этот формат, предварительная запись, зайти просто нельзя. Он помогает бизнес-модели? То есть люди, которые уже каким-то таким небольшим усилием попали сюда, они обязательно что-то купят? Те, кто пришел к нам осознанно и один раз зашел и что-то купил, они наши навсегда. То есть нам не нужно бороться за людей, которые наши клиенты. Мы все для них делаем, мы выстилаемся, мы их очень любим, но бороться за них не приходится, они наши навсегда. Вот, например, украшения с показа. Я точно знаю, что мы их никогда не продадим. Скорее всего. Здесь много таких вещей. Например, это украшение муфти дьявола, которое было на показах больших брендов. Больших брендов на Западе, то есть оно участвовало в показах. Я захотел, чтобы оно просто стало моим. Это 5 килограмм весит украшение. Это кораллы и металл 19 века. Вот металл 19 века. Просто так в угу стоит. Это Кардашьян ходила по подиуму в них. И где у нее это висело? Называется «Мои любовники мертвые». Вы говорили, что у вас действительно есть сценарий похорон. Так как у нас вряд ли выпадет возможность там побывать. Может какой-то спойлер, что там будет происходить? У вас вряд ли выпадет возможность там побывать, потому что вы посчитали, что я собираюсь жить еще там 50 лет, и вы столько не протянете? В том числе. Ну, во-первых, welcome. Если будете здоровы, welcome. А во-вторых, это будет не просто концерт, это будет выставка моих очков. Есть фильм, можете его посмотреть. Он создавался как промо первой книги. Да, я видел. Такое маленькое, короткометражное. Нет, он на 20 минут. Ну, когда вы попадаете в чистилище. Да, да, да. Вот такие похорон. Но там больше про то, что ждет вас конкретно в дальнейшем. Да, да, да. Меньше про то, что ждет нас. А вы думаете, что я буду оттуда обустраивать ваше будущее? Нет, обеспечить. Ну, давайте купите интервью с покойником. И у вас будет просмотр, это будет первое интервью. Мы что-то забацаем. Я думаю, что это уже возможно, учитывая, что будет робот София. Вот это вот, новая версия. Да, ну и купите эксклюзивное право. Заплатите сейчас на жизнелюб. Так. Хайпанете. Через непонятно сколько. 50 лет, да. Может, YouTube уже будет. Длинные, длинные уложения. Ну, я подумаю. Недавно нас Лагерфель покинул. Вы, наверное, слышали. Он, кстати, наследство завещал кошке. 200 миллионов долларов. Как вам такая идея? У меня собаки. Ну, и что? Они дольше живут? И? Дольше проживут с деньгами. Нет, я проебу, я же вам сказал. У меня планы. А, хорошо. Как вот быстро проебете? Проебете, да. Если быстро не нужно. Нужно вот именно по графику идти. Это 80, я посчитал, 3000 в месяц. Ну, чтобы миллион был в год? Да, 83 тысячи. 83 тысячи. Это что? Потребительская коррозина миллионера? Это мои расходы. Это аренда. На еду сколько? Из 80? А, я не знаю. Я знаю, что на жизнь у меня уходит где-то много зарплат. Из своего, в смысле, кармана. Из своего кармана, да. Но я думаю, что где-то тысяч 30 уходит на жизнь. Сколько это аренда дома, поездки, еще что-то. Где-то... Одежда. 30 с чем-то на жизнелюб. То есть пока что это все-таки опасения вашего сына, они реальны? Пока что это неприбыльный проект? Он не будет никогда прибыльным, потому что я только трачу там. Этот дракон, мне сказали, стоит 10 тысяч долларов. Да, дракон стоит 10 тысяч долларов. Их единицы в мире. Он обнимает, когда его носишь. Это рюкзак. Серьезно? Да. А можете надеть? Конечно. Я не рискну, потому что 10 тысяч все-таки. Рискни. А для вас это один год по контракту с Гус-Гус? Или Газ-Газ? Нет, но у нас доллара, а там евро. Можно, да? Он вас сейчас обнимет своими плечами. Класс. Сейчас же вышла третья серия, как приручить дракона, получается, я уже смог. Вы знаете, что у него, что? Как раз? Рафик. Вы знаете, что у него... Кавказский дракон, да? Нет. Просто Рафик. У него рот-барсетка. Ничего сейчас не выпадет. Нет, смотрите. Хоп. А я не знаю, что из вас выпадет, если эта сумочка. Класс. А сзади есть что-то еще? Рюкзак? Да, рюкзак. Рюкзак. Я понял. Прикольно. Нормально я выгляжу? Или так себе? Надо очки менять. Единственное, мой прокол за всю жизнь был, на что не те люди клевали, это Тесла, с которой я быстро расстался. У вас уже не Тесла? Нет. Знаете, я думал, что будут подходить девчонки, вон какая машина, там подходят старые евреи Грингаи, как она разгоняется до 200. Такой, блядь. А Маск вообще крутой чувак? Маск, конечно. Слушайте, быть в таких долгах. Ну, во-первых, он двигает человечество вперед. Все смотрели запах. Вперед и вверх. Да, все смотрели запах ракеты. Вы не смотрели? Да нет. Вы лох. Я, в принципе, это знал. Не-не-не, я... Да, но... Когда авторитетный человек об этом говорили... Не-не, это нужно видеть. Это вверх. Это старый фильм какой-то? Да нет, я без всякого. Остань этот смех. Я без всякого. Он реально запустил ракету на Марс, да? К Марсу. Кто запустил? Маск. Нет, Маск запустил. А вы говорили о фильме «Запах ракеты». Нет. Отпиши ему. Так вы не доживаете. Я до сотки не доживу. Что происходит? Я говорю, что Маск, вы смотрели ли вы «Запуск ракеты»? «Запуск ракеты» конечно же я смотрел. Мне что-то показалось, что вы в фильме каком-то говорите. Оставьте этот момент. Маск – это человек, который нас двигает вперед. То, что у него долги и то, что он стоит ярды при этом, и у него долги, он талантливейший человек. У вас есть еще интересная история, связанная с образом. Это то, что это помогает, как вы говорили, например, в переговорах. Смотрите, не может идти имидж впереди дел. То есть со мной уже разговаривают. И уже когда со мной стали разговаривать, я переоделся. Я понял. Я имею в виду вот эти вот вещи какие-то чисто психологические, отвлекающие в том числе. Есть тактика проведения переговоров. Так. Вы знали, что я буду сегодня отвечать? Нет. А я знал, что вы будете спрашивать. Ну, как обычно, мэры, вот это все, похороны. Нет, все темы я готов. Более того, мы с Анечкой в пятницу проговорили, что если мы встречались, что если будут такие-то вопросы, мы прошли по всем скользким вопросам, на которые мне ответ дать условно тяжело. А можно список? Не можно. Приходите на семинар. То есть нужно, переговорам нужно готовиться. В первую очередь, это подготовка. Какие у вас, может быть, были ситуации, когда вот именно на переговорах что-то получалось лучше благодаря вот вашим заготовкам, вашим вот таким вот штучкам? Дело в том, что я же провожу переговоры, например, с ключевыми арендаторами DreamTal. Я четко должен знать, сколько они могут заплатить. Я когда прихожу, мне нужно угадать эту цифру. Я могу не попасть в нее, но я всегда попадаю. Задача, чтобы заплатили по максимуму, возможно? Да, мне нужно знать не просто, сколько они платят максимум в городе, а сколько позволяет платить их бизнес-аренду. Вы как-то просчитываете это изначально? Да, мы строим модель, мы узнаем обороты, узнаем, какая доходность у них, какие расходы у них, и мы понимаем, сколько они могут заплатить. А вы в секшоп ходите? Да. Чаще, чем в синагогу? Да. Знаете почему? В секшопе я бываю каждый год, а в синагоге нет. Ваша как бы религиозная позиция понятна, но тем не менее вы были спонсором. Я был представителем подписчиковского совета синагоги многие годы. После того, как помогли финансово с партнерами его восстановить, в синагогу, тем не менее вас потом от нее отучили? Ну, они оспаривают этот термин, отлучили. Скажем, объявили нежелательным гостем. Хотя вы и так, судя по всему, не ходили туда? Нет, я ходил, что вы? Я ходил в синагогу, да, как я? Я же был представителем подписчиковского совета, как я мог от нее ходить? Давайте об этом клипе поговорим. Скандально, уже многие, возможно, даже о нем забыли. Я могу произвести переписку с друзьями, что давненько мы клип не делали. Я написал это дня три или четыре назад. Отлично. Надеюсь, что что-то получится. Да. Но вот как это все получилось? И самое главное, как вы говорили, надеть колготки и даже обнажить какие-то части тела. Жопы. Да, жопы. Ваших друзей и массовку. Мы никого не уговаривали. Мы никого не уговаривали. Во-первых, это были достаточно известные люди. Они же впервые публично огралили жопы. Да, жопы, да? Конечно, да. Это был дебют наших жоп вообще. Чья идея была снять вот этот вот клип? Идея, я уже не помню чья. Я не вспомню. Хорошо, а на кого-то из нас? Ну да, процесс как происходил? Меламут не знал об этом, да? Не, Меламут не знал. Это сюрприз был. И как он отреагировал? Охуенно. Как эта демонстрация клипа происходила ему? А мы просто выкинули его в YouTube. И в YouTube он набрал по мнению какой-то украинской телекомпании то ли Плюсов, то ли Интера, я не помню. 177 миллионов просмотров тогда. 177 миллионов просмотров выглядит очень много. Да не то слово. У Каски 80 за... Сравните наш клип и сравните клип Каски. У нас известные жопы, у нас дебютная работа, вы что? Ну, снято было немного трешила. Я имею в виду звук, картинка. Жопы были прекрасны. Я имею в виду больше техническую составляющую. Они сейчас хороши. Не будем просить вас подтвердить. Что еще прикольного в связи с этим клипом вам вспоминается? На что он повлиял? Он очень сильно повлиял на наше развитие. Мы ушли от имиджа сухих коммерсантов и вернулись в свое нормальное состояние. Все. Вы же до этого были довольно непубличным человеком. Непубличным. Не настолько публичным. Это был такой, ну, как, типа камин-аут в каком-то смысле. Да, это был камин-аут. Нет, нет, даже не думайте об этом. Это рок. Рок буйвола. Рок буйвола? Помните, был термин «роговая оправа»? Да. Это, ну, тогда это на пластмассу так называли. А это реально рок? А это рок. А вот он. Выпиленный из него. А-а-а. Прикол? Да. Реальный? Это рок, да. И это очень интересное. Не очень подфрендли, конечно, но ладно. Ну вот, все уже. Я посмотрю потом. Канна, красная дорожка, да. Вы знаете, кстати, что западники не так пальцы загибают? Да, да, да. Мы первый мизинец. Мы первый мизинец. Так. А они вот. И о чем это говорит? Это разведчики прокалываются так. Не так считаешь? Я не разведчик. Хотя, вон, Гордон в последнем интервью Дудю говорил, что очень много среди нас агентуры. Но я точно нет. Это не я. Вы не агент? Ну, это потом выяснится, когда Гордон опубликует списки. У нас была реальная ситуация, когда мы приехали в Израиль с Меламудом. Мы в соседних домах жили. И нас вызвали в Моссад. Вызвали в Моссад. Первый пришел в Меламуд, потому что он был в это время в Израиле, а я был в Киеве. И сказали, что вы общаетесь с большим количеством иммигрантов. Нам нужно знать настроение в иммигрантской среде. Ну, все то же самое, что когда нас вызывали то же, что и в КГБ, когда нас вызывали в Москве в КГБ. Когда вы работали в Москве? Когда учились еще в институте. Нас тоже хотели настроение понять через нас. Ну, именно в смысле диаспоры, да? Ну, в Москве это была не диаспора, это студенческая среда. То есть мы ходили в КСП, в лес, пели песни, какие-то такие диссидентские. И они вербовали. И как? Ну, конечно же, мы же студенты, мы отказаться не можем. Ну, да. И мы так же не отказались в Моссаде. Меламуд говорит, с удовольствием будем сообщать. Говорит, первое, в русском магазине специально обманывают русских. Второе, говорит, в парикмахерской на Абхузе специально русских стригут криво. И в этом есть заговор. Говорит, уебывайте все. То есть такая информация. Спросите меня, какой наркотик лучше? Вы не поверите, это первый был вопрос в рубрике наркотики. Вы что думаете, у меня нет копии вашего телефона? Вы думаете, я не готов к интервью? Какой наркотик лучше для ежедневного употребления? Ну, я знаю ответ. Вы не. Ну, царь наркотик – грибы, да? Да, но ответа для ежедневного употребления абсолютно нет. Я думаю, что грибы можно употреблять не чаще, чем раз в 3-4 месяца. Для ежедневного употребления я не знаю наркотик, который я могу рекомендовать. То есть, если я там 2 раза в месяц могу покурить траву, если я могу раз в 2 месяца напиться водкой, но я в усмерть напиваюсь, я плохо напиваюсь. Так может лучше размазывать? В смысле размазывать? Стопарик вечером. На полшишечки, да? Нет, стопарик вечером я не могу. Я когда дернул, у меня начинает этот стопарик пить следующие стопарики. И я не могу порекомендовать. Я вообще считаю, что нужно употреблять не чаще, чем раз в несколько недель. Что-то? Что-то. Ну, напомним для тех, кто не смотрел другие интервью Гаррика, что алкоголь и табак тоже являются наркотиками. Алкоголь и табак, наркотики. Да, я не курю. Я перестал курить, не бросил, а перестал курить, когда мне показали, сколько это стоит. Мне немецкие врачи сказали, что то, что я курю, а я курил 4 сигары в день. Давидов, Спешал, Ар, Робуста, Сайз. Это вот такие бревна. Во-первых, все вокруг меня воняло сигарами. Еда воняло сигарами, говно воняло сигарами. Все воняло сигарами. И он мне показал табличку, немецкий профессор. Сказал, что я математик по складу характера. Это новость для вас, да? Нет. Да, я вообще выигрывал математические олимпиады когда-то в школе. Так вот, он мне сказал, что мат ожидания сокращения жизни с моим уровнем потребления. Табака 10 лет. Говорит, сколько ты из них уже съел? Там несколько. Дальше ты продолжаешь подъедать. Вот, предположим, тебе осталось там, мы до 100 считаем, 42. Да. Вот десяточку выкинь на курение. А если там рассчитывать 90, то вообще это становится критичной десяткой. И плюс ты хуже проживешь последние годы. Я подумал, что это очень дорого. И я перестал курить. А сейчас я по новой начал курить сигара, получаю от этого удовольствие. Я курю раз в 2-3 недели одну сигару. Мэрским амбициям это сильно будет мешать? В смысле? Ну, то, что у нас в обществе, это не принято. Внутри меня это точно не мешает. Будет ли это понижать шансы моей победы? Ну, кого-то это, безусловно, оттолкнет. А кого-то, наоборот, привлечет. А знают посетители жизнелюбого этой вашей? Ну, смотрите, я не хожу и не ору, что эй, я курю траву. Вы же тоже не ходите, вы пьете? Да. Да? Вы ходите где-то, рассказываете, что вы пьете? Ну, вот в интервью, если у меня спрашивают, я отвечаю. Ну, это же мы сейчас говорим жизнелюбого, это не интервью. Но, тем не менее, это серьезный электорат, люди пожилого возраста. Мне нет задачи победить любой ценой. Мне нет задачи тут наебать, там наебать, тут промолчать, тут не сказать и выиграть. Но вы же знаете, как говорила бабушка у подъезда. Не моя бабушка у подъезда, что одни на карманы и проститутки. То есть, если ты не куришь траву, ты кто? Проститутка. Проститутка. Она одна, их не две, не пять, она одна. На голову надевается? Да, серьезно? Ну, как же, это же маска. Точно. Я уже попробовал дракончика, можно? Да, конечно. Как шлем. Так, наверно очки лучше снять, да? Лучше надо. Да, да. Как ее правильно? Вот как шлем надевайте, она широкая, поэтому вот эти проблемы не дают. Ну, не на мою голову, видимо. Очень, очень, очень большая голова просто. Вот, вы выше уберите. Класс. Да. Мне кажется, надо было все вопросы про наркотики задавать вот в таком виде. Вообще, я вам предлагал все интервью провести в маске, но вы как-то съехали. Я беспокоюсь о душевном состоянии наших зрителей. Первый, второй том вашей книги, книга Гарика и книга Гарика 2. Вот под эту вы снимали как раз ту комментаршку, о которой мы говорили. Абсолютно. Ребят, значит, что надо сделать? Нужно, конечно, подписаться на канал French TV, поставить лайк, колокольчик и написать комментарий. Гарик предложил классную идею, это написать, как улучшить наш город. Ну, речь о Киеве, но, в принципе, вы можете, наверное, те, кто смотрит нас не из Киева, написать на примере своего города, но лучше, конечно же, погуглить, посмотреть проблемы города и предложить их решение. И мы, собственно, разыграем вот эти две книжки, поэтому я думаю, что не стоит отдавать их в одни руки. Я думаю, что у нас будут два тогда победителя. Вообще нельзя складывать весь секс в одни руки, большие риски. Все, друзья, спасибо, что смотрели и увидимся, наверное, в каком-то менее экстравагантном интервью. Пока. Друзья, подробности по условиям конкурса находятся в описании этого видео. Спасибо вам за просмотр. Если вам хочется больше Гаррика, то у вас в ближайшее время целых две возможности есть, как минимум. Во-первых, это семинар ЗБС, который пройдет уже совсем скоро, 17 марта в Киеве. Гарик там расскажет о своем бизнесе, поделится реальными кейсами. Это будет уже такой бизнесовый, чисто бизнесовый опыт Гарика. Подробности о мероприятии и заказ билетов находятся по ссылке в описании. А 18 апреля в Дворце Спорта, также в Киеве, пройдет спектакль «Эффект Ба». Это моноспектакль Алексея Вертинского по пьесе Гаррика Карагодского. Эта пьеса во многом основана на реальных событиях, на событиях, которые происходили с Гариком Карагодским в том самом самолете, который кружил над Тель-Виом несколько часов и был риск, что произойдет что-то нехорошее. И этот весь эмоциональный опыт, который появился в итоге, Гарик переложил на текст. А Алексей Вертинский, как пишут, это гениально сыграл. Только 418 мест по количеству мест в самолете. Посмотрите, приходите, заказ билетов и подробности о спектакле находятся в описании. На этом все, друзья, точно. Увидимся с вами уже очень скоро. Не забывайте подписываться на Франч ТВ, включать колокольчик, делиться с друзьями, если вам нравится то, что мы делаем. Пожалуйста, сделайте пост в социальных сетях, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Твиттере, где вы там обычно зависаете. Спасибо, до встречи, пока. Это другая, намного потальней. Солнце светит и растет дрова, только это проехали уже. Новая вещь, просто счастье в доме, песни и танцы на нашем этаже. Товары и услуги, это песни, 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 песни. Объекты и кредиты, это танцы, 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 танцы. Товары и услуги, это песни, 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 песни. Объекты и кредиты, это танцы, 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 дорогая.